всем привет с вами андрей и наташа новый формат да у нас необычный для нас формат это скорее наше мнение это не обзор это именно мнение о сериале который ходячие мертвецы выжившие у нас так адаптировали хотя там название со смыслом типа те кто остались последние ну там я точно не помню новые серии вышли где-то две недели назад мы смотрели вы как раз серия выходила раз в неделю мы смотрели да ну мы как смотрели там серия вышла уже вышло новое мы потом через неделю только другую но потому что мы водили долго мы смотрим от вас фильм это классика вообще до нас до лост фильм и ходячие это одно но давайте решили сделать это видео мы особенно андрей фанат ходячих мертвецов до встречи друг с другом и я и он мы отдельно смотрели основной сериал и когда мы уже жили вместе мы таки надо с первого сезона все пересмотреть как раз перед выходом новых мини-сериалов вот мы даже не как раз а мы просто смотрели потому что я не видел последние сезоны 10 11 я полностью не видел но и потом еще анонсировали новый проект было вообще супер круто мы такие о вливаемся в новую вселенную как раз вспомним что там было потому что андрей вообще смотрел по моему первый сезон с первой по последний сезон а потом уже сезон выхода я да я смотрел где-то 7 сезона я смотрел именно вот ждал каждую серию то есть не пересматривал старым до выходили анонсы там всякие реклама это я всего потреблял поэтому мы решили что надо пересмотреть вспомнить я тоже уже пару лет как не смотрела и вот так мы пришли к тому что решили снять это видео у нас есть кое-какое мнение насчет последнего сериала про мишон и лика да если можно скажу сейчас наступила новая эпоха основной сериал закончился но идут мини-сериалы по 6 серий мы не будем их сейчас все комментировать но мы что-то видели до мертвый город нам не зашел дэрил диксон нормально даже понравился до момент но тоже есть спорные вещи но тут не буду их обсуждать и вот пришли к эпосу невероятному то есть возвращение рика граймса который если что в основном сериале он любят нападает в девятом сезоне сезоне до многие фанаты в шоках поэтому возвращение ждали все да и когда естественно все со спойлерами тут обсуждается в одиннадцатом сезоне ходячих мертвецов в конце показали рик на секунду где он пишет письмо у меня лично были мурашки ну ожидания повысились но после того как начали выходить новые проекты я понял что наоборот ожидания нужно чуть-чуть принизить потому что качество они ну иногда сомнительного хотя казалось девятый десятый одиннадцатый сезон был намного лучше чем восьмой да ну то есть качество как бы казалось улучшилось мы да не будем каждый сезон тут обсуждать я я хотела кратко я хочу сказать ладно говорит это история про мир где заразились люди они это вообще не надо подожди я кратко кратко ладно ну зачем это история про то как люди заразились и стали стали становиться зомби с первого по одиннадцатый сезон вот это все длилось 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 сначала было что-то на что нам должны были дать вопросы но потом это вообще все привелось в конфликты между людьми не я вот не согласен ирик это как извините рик и мишон это очень важные фигуры в этом сериале они основные персонажи и в девятом сезоне рик пропадает хотя нам как бы не нам зрителям а персонажем говорят что он умирает на самом деле нет а мишон в какой-то момент так надо идти его искать именно с этого начинается сериал выжившие то есть мишон ищет рик а рик где-то находится где же он во первых все таки я хотел бы отметить несколько вещей я не считаю что восьмой сезон там условно супер фигня и есть просто слабые вещи вот и все очень много филеров воды но в них скрыта там истина если вы фанат вы все просмотрите но конкретно 9 10 11 сезон они просто посвежее вот потому что там новый главный режиссер сценаристы поменялись это все ощущалось все лучше просто было и последние сезоны там тоже есть всякая тупость иногда но смотрится нормально то есть просто хороший сериал в итоге вышел и под конец если говорить про десятый сезон там же получается взяли идею из комиксов возможно она же освежила они всегда берут в диску там все равно есть они просто они просто от них отходят но они берут даст идеи из комиксов и самое главное что я хотел отметить да я извиняюсь что дан перебивал что да нет что все таки я считаю что ты просто сказал что там какие-то ответы должны дать потом между людьми но мне кажется всегда основная идея ходячих мертвецов это взаимоотношения людей никаких ответов там про зомби ничего как минимум основной авторы хотя их там два как я понял комиксов или несколько даже они вкладывали идею что и рассказ не совсем о зомби а ходячих а именно о людях как они там общаются так далее но чем дальше шел сериал тем больше ты уже хотел чего-то нового хотел каких-то ответов и вот ответы понялись так сказать мини-сериалы и я вот и не совсем уверен что это хорошо но вот далее да по сути ты вот все правильно сказала что сериал вот мишон пошла искать рика это было прям основном сериале и продолжается тут история на чем закончились титры одиннадцатом сезоне в общем как я знаю комикс он уже закончен и там вся суть в том что люди не могут победить вирус в сериале решили пойти другим путем во первых уже есть какие-то намеки на то что зомби что-то делают люди проводятся какие-то опыты во вторых там собирают кучу армии потому что существуют определенные базы по всей планете земля в разных странах но и нагрядая есть кто-то мне кажется подробности тут не надо давать в чем вообще вот замес изначально сериал он был про локальную историю то есть были небольшие маленькие группы и что-то между ними происходило типа мини войны вот какие-то события да вот локально в лесу там они седьмого сезона где-то когда прибыли александре не только в одном лесу бегали снимали все и мы все сейчас дэрил во франции нигана снова ищут какие-то люди вербуют в какую-то организацию и рик тоже наконец-то вот попал в эту вертолетную секту да вот правильно были мини-группы в первых сезонах а сейчас это уже группировки это уже организации на весь мир на базе да на весь мир глобально то есть это как европа касается с дэрлом диксоном так и с риком он тоже попал то есть нам в этом сериале выжившие показывают где находится рик оказывается его вертолеты увезли на свою базу вылечили сделали своим солдатам вот а мишон она просто все это время пыталась его найти да да и тут мы наверное по серийно не будем обсуждать но единственное вот что вот мое мнение что все таки вот первая вторая серия они крутые они интригуют реально то есть особенно первое видно что они пытались как можно больше заинтересовать новых людей актеры как бы играют эндрю линкольн все еще крут по крайней мере вот в этих сериях и 4 5 серия самые бюджетные нет даже не 4 5 а 3 3 серия она начинается да если обсуждать вот именно картинку она выглядит неплохо особенно вот в первых вторых сериях то есть по-другому тут все визуал чуть-чуть опять переделан общий стиль вот костюмы и так далее интересно но потом в какой-то момент мне кажется что у них вот как будто закончились там деньги и что меньше и меньше и в пятой серии это самая дешевая серия как будто бы снимает фанат я вот не помню почему 5 микро что-то 3 нет это 5 это 5 они бегают за злодейкой да там не будем прям сюжет обсуждать там в общем просто в пятой серии начинается все в лучших традициях ходячих когда нет денег но почему-то мы снимаем гонки на машинах потом мы ходим по лесу но при этом потом какой-то завод просто место нет даже дело не в заводе а то что мы сейчас сумбурно обсуждаем но просто основное мнение первая вторая серия они заряжают на что-то такое интересное тебе сейчас говорят что мы такой тебе расскажем вот про эту организацию что ты просто ну с ума сойдешь ты думаешь что там такое не придумали есть вот что метик хорошая картинка и можно было на том же уровне завершить но но потом да я думаю создатели столкнулись с тем что они просто сами не смогли придумать какой-то супер интересный концепт и где-то вот под конец сериала все увы буквально сливается во первых а да я вспомнил там не 3 серия стран она просто забавная но сливается да по графике все позже вот когда начинается экшен на машинах какая-то беготня потом вот этот я обожаю этот стиль входячих когда условно в основном сериале рик и дэрил там потные грязные а рядом с ними ходят модельной внешности там девушки ну я понимаю зачем это все делается машон постоянно переодеваться тут уже а тут теперь и рик смешон модельной внешности потому что там в один момент рик там тоже переодевается ходит там знаете в чистую этой рубашки по лесу и это не вы не ощущается как вообще мир даже ходячих то есть как будто это реально какой-то фанфик по мотивам с главными персонажами и ну спойлерный момент под конец и рик и мишон они получают чуть ли не силу не знаю наруто по выживаемости они не могут умереть персонажами не рискуют то есть к сожалению как я и говорю сейчас до этого сценаристы и создатели они просто не смогли придумать интересный концепт и я а надо уже как-то завершая да и мне грустно из-за этого потому что и когда смотришь основной сериал ты реально сопереживаешь там персонажем тебе грустно когда там кто-то погибает у кого-то глупая смерть кого-то не очень даже когда в девятом сезоне рик там ловит флешбеки падает с коня ну тебе реально кажется что он сейчас погибнет и то есть там так такая нагнетала его обстановки и в конце он улетает на вертолете под рэп мне андрей со мной делился он говорил что лучше барик там умер ну вот я сейчас просто такого мнения что я люблю этого персонажа я люблю этого актера но он пережил уже столько возрождение перерождение то есть если мы вспомним первый сезон это один персонаж потом в тюрьме это другой потом они выходят из тюрьмы это еще одна там более жесткая персона потом он спик смягчается потом он становится там рабом нигана потом он опять возрождается и к девятому сезону это уже мудрый старец гэндальф который строит мост уже понял же он уже понял там что я ищу свою семью там миллион шорцев было до выхода вот этого основного сериала и он уже все он понял жизнь и тут он опять меняется да и как будто он и он даже не возвращается он как будто чуть-чуть именно личность его как будто деграднуло я не знаю это очень опасная была тема изначально вот продолжать с ним сюжет и с ним наверно как-то можно было продолжить и более грамотно но в конце хэппи-энд максимальный хэппи-энд я даже не очень хочу обсуждать то есть но это же хотел об этом сказать супер хэппи-энд я я первое что хотела отметить когда мы смотрели первые серии где еще была более-менее адекватная графика и атмосфера она напоминала основной сериал и нам это даже понравилось потом когда это уже начало сливаться и пришло хэппи-энду где главные герои действительно не умирают как бы с одной стороны кто то скажет в основном сериале их тоже не трогают и там есть такое действительно но как будто бы там есть какая-то грань который не переходит здесь же они действительно супер герои который ничего не убивает особенно под конец да и они в итоге побеждают мини-мини босса потому что другой босс будет в следующих если что будут выходить другие еще сериалы продолжения обязательно дэрил диксон второй сезон точно будет как я понимаю смешонно и с риком продолжение будет потому что них арка по факту завершена но будет но они но они как бы да присоединятся отмечу что просто эндрю линкольн сам уже намекнул что уже готовится встреча всех персонажей то есть сейчас они все разделены но по факту они где-то соединятся в один момент ну короче да то вот эта линия что они супергерои которые побеждают всех и возвращаются они там еще устраивают и не знаю мини в конце потом забирают все припасы и возвращают их на свою родину и более того вот эта организация вертолетов она становится добрый вот просто с нифига да да то есть всех злых мы убираем устраиваем как-то его переживаем но они типа устраивают пропаганду всем говорят всем людям обычно говорят что их обманывали что они живут в плохих условиях так что давайте действуйте и все таки ну да реально да то есть мы мы столько лет жили нас били палкой тут мы все встанем и да мы что-то вообще обсуждаем это вот эта организация вертолетов она по факту пытается снова объединить территорию вот не бывший сша и при этом создать какое-то сверх общество то есть они отбирают самых лучших поэтому рик туда попал но есть вот это организация гражданская то есть у них есть свой город есть еще военные и вот военные решили замутить какую-то очень страшную вещь и туда как бы втягивают рика вот они типа злодеи в общем ради своего блага они часто ездили в другие мини точки и если что могли там всех забрать там 10 процентов детей для продолжения рода и типа ну естественно главным героем это не нравится плохо так нельзя делать и надо что-то как-то противостоять этому и как я понимаю это арка на как бы завершается но это как бы столько с одним городом связано там же еще есть военные есть еще точки то есть скорее всего будет против этих воевать и ну и в непонятно конце сериала про мертвый город там тоже нигана куда-то зовут и возможно он будет тоже против этих воевать уже со своей организации ударил диксона дирала диксона европа там тоже какие-то есть свои замесы там французы дам французы тоже к это . тоже там какие-то намеки да и то будет как-то объединение как минимум будет три силы там друг другу противостоять чему вообще типа непонятно так далее но просто для нас эта линия действительно во первых я еще после просмотра это сказала нам с первого сезона основного сериала намекают на какие-то вертолеты естественно все там ходили делали время это фанаты делали всякие загадки разгадки думали что это кого но я думаю все об этом где-нибудь дописали что это такое теории в общем на как бы понимаете основной сериал там постоянно менялись режиссера это линия с вертолетами всегда шла фоном то есть нам ее практически не раскрывали только в последних сезонах что-то началось и прям чувствуется что это было придумано вот буквально в последних сезонах ходячих и сделано это было как будто бы грустно то есть можно было бы это более качественно прописать а прописали ну как смогли так тяп-ляп типа у меня такое было ощущение после просмотра выживших и по факту да у нас сейчас как я понимаю будет так будут определенные три страны все будут друг против друга воевать добро победит зло и на этом скорее всего закончен и типа но это очень грустное завершение такого хорошего проекта когда-то достаточно известного популярного особенно первые сезона не били рекорды не они еще смогу собирают сейчас много собирают но все таки это был великий проект его все рекомендовали друг другу посмотреть когда-то и в общем то как они завершат это все ну лично для меня это сомнительно это просто сомнительно и мне кажется это не нужно вообще это сомнительно и не и да и к сожалению это во многом я знаю что судя по шортсам многим наоборот понравилось понравился финал воссоединение но я думаю в очередной раз обидно за потенциал который мог бы быть то есть сама тема что существует некая организация которую как бы правительство бывший ли что-то такое который что-то пытается сделать это можно было как-то раскрыть но тут это все сделано очень по-наивному очень все быстро решается буквально как и говорила получается данная гуриера это вроде мишон если правильно так зовут актрису она горела сериал о силе любви это реально так кстати как вам что мишон абсолютный доминатор в отношениях это чуть ли на самом деле не основной один из плюсов на самом деле мне даже это интересно тема показалось что мишон такая сильная в отношениях что она настаивает на своем я думаю ну там 3 вот серия об этом было я помню я думаю это можно знаете чем объяснить он находился очень долго в плену какого-то мини государства которого который его просто подавила и типа тут можно объяснить почему мишон такая сильная а он наоборот слабый я думаю так он там я не скажу что он слабый по крайней мере вот первых двух сериях он реально напоминает рика просто опять же не старца рика а какого-то вот безумного который как хомяк из клетки пытается убежать но это сделано окей наоборот там вот показывают что ставки высоки что он не может просто так убежать он там руку теряет и все такое но в конец это все сливается то есть если вот этот вот стандарт качества был бы выдержан хотя бы вот первых двух серий что-то был бы более посерьезней то это могло бы иметь право на жизнь но вы нет то есть я этот сериал рекомендовать не могу только если вы какой-то дикий фанат вам интересно посмотреть ради научного интереса но так к сожалению нет к сожалению нет основной сериал он навсегда он останется и так далее и классика невероятный там первый второй сезон потом как раз кстати вот этот проект снял режиссер с 3 по 8 то есть он делал и у него есть свои хорошие вещи которые мне тоже нравится тут они тоже чувствуются но иногда ощущается как будто не умеет снимать сериалы по 6 серий то есть и тут это тоже так было что-то что-то очень странным итоге вышло вот такое мнение просто казалось бы 6 серий с одной стороны у меня такое было ощущение что как будто бы история растянута а с другой стороны есть недосказанность возможно линию как раз таки вот если говорить линию про линию с военными она интересная но я очень мало нам ее прям кратко показывают потому что основная линия здесь мешонный рик и как будто бы их слишком много с одной стороны лично мне так показалось потому что для фанатов это должно быть но могли бы прописать линию с военными сделать ее чуть-чуть побольше и уже сериал был бы средним в моем понимании и меня реально интриговала эта тема даже в начале сериала то есть там был этот персонаж который афро-американец который рика не отпускал и все они там с ним беседовали и мне такой блин вроде интересно и даже под конец даже под конец у создателя видно видно что у них есть какие-то идеи когда главный главгат скажем так генерал ну он для кого-то злодея для кого-то нет но все-таки под конец его делают супер злодеем как мне кажется хотя он может мог бы быть не не быть таким он мог быть типа таким серым нейтральным персонажем но даже он под конец высказывает интересную идею что почему мы действуем так радикально грубо говоря потому что ходячих сотни миллионы мало ли какие там болезни от них появится чем будем делать да тема интересна вот вот развитие темы какой сейчас принципе мир да то есть что вообще произошло с экосистемой планеты какие там звери живут как насчет коронавируса блин 2 только отходящих но это это забивает это проблема не только выживших а в целом сериала потому что как андрей сказал в начале сериал про взаимоотношения там про мир типа забивают на него в первом сезоне можно сказать нам просто намекают первом сезоне что все заражены появляется этот первый врач и он уже исчезает и больше информации проходящих мы узнаем прям по крупиночке по чуть-чуть и в целом действительно люди живут и ничего с ними не происходит хотя казалось бы тут ходят мертвецы да их очень много их очень много они заражают действительно экосистему планеты и блин действительно интересная мысль но и об зачем ее упоминают нас прям так нам кидают это в лицо травят типа смотрите вот есть такая идея но забудьте все мы забираем свои слова назад да ну то есть если в итоге всех проектов все резко умрут из-за болезни какой-то да это будет неожиданный поворот но этого и точно не будет судя по этому сериалу этого не будет будет хэппи-энд какой-то непонятно на чем основанный так что вот такое мнение то есть главные плюсы это первые две серии эндрю линкольн там рик да и мишон местами они все еще крутые мне понравились пару кадров так сказать там флешбеков еще что-нибудь неожиданное возвращение других персонажей но это не будем полностью же в это уходить какая-то атмосфера из прошлых сезонов но в итоге итоге реальности лучше бы вот этого в таком виде не было вот реально вот лучше бы небо потому что это и рушит во многом образ персонажей в прошлом то есть их уже ничего там не изменит но вот грубо говоря когда рик пропал вот теперь мы знаем что с ним и ну-то и надо она была вообще или нет я вот не уверен то есть в таком виде наверное я бы не хотел но опять же может кому-то прям понравилось но по-хорошему это какая-то очень наивная и местами глупая какая-то история ни о чем вот по итогу так это вышло я согласна пишите что думаете вы в итоге но мы тем не менее кстати ждем например дарил диксон второй сезон то есть мне лично все равно интересно посмотреть что-то дарилом придумали ранее что из всех трех новых сериалов дарил диксон нам больше всех зашел потому что но стиль свой да во первых там это понимаю другие режиссеры делали снимали в европе там новые актеры тоже из европы короче там почему-то по атмосфере очень сильно отличается от основного сериала свежее именно поэтому он цепляет хотя как мы сказали ранее к нему вопросы тоже имеется мертвый город и выжившие но выжившие на втором месте но к сожалению то есть разочарование в этих двух сериалах к сожалению так хотя казалось бы мертвый город ниган ниган его тоже любят у него фанаты у него просто тоже большая аудитория с ними сделали так плохо река мишон это блин просто основные персонажи тоже сделали плохо казалось бы пишите может вам сериал зашел опишите почему да чем вы не согласны роста фанаты искренние фанаты и поэтому очень грустно когда фанатам дают такую какашку на тарелочке да и я думал я думаю будем завершать я просто под конец еще раз хотел повторить что это не обзор а мнение наши и немножко возможно да она немножко наверно очень сумбурно я извиняюсь если где-то перебивал тебя ты правильно принципе начала рассказывать про весь сериал я там сказал что не надо хотя на самом деле принципе можно можно было просто сказать что зомби апокалипсис да немножко да там просто через уже спорные темы каждый видит по-своему вот но такое наше мнение подписывайтесь на наш канал ставьте лайки либо дизлайки переходите в telegram у нас там открытые комментарии мы там от ответим вам если что вот как-то так в целом да все всем пока пока